Продолжение следует... Разворачивается очередное наступление на русский язык и кириллицу. Власти объявили, что уже через пару лет все школьники будут учиться на казахском, а сам язык переведут на латинскую графику. В Казахстане, где большинство населения так или иначе используют русский язык в повседневной жизни, эти новости воспринялись тревогой. Особенно странно решение казахских властей выглядит на фоне диаметрально противоположной языковой политики соседних государств. В Узбекистане русскому начинают обучать в детских садах, а в школы приглашают российских учителей. Русскоязычные преподаватели уже много лет работают в учебных заведениях Таджикистана, а власти Киргизии просят Россию создать в республике сеть русскоязычных школ-интернатов. Но Казахстан уже не первый год движется в противоположном направлении. О том, почему власти республики так решительно настроены расстаться с русским языком, в материале Ленты.ру. «Для нас это одна из первостепенных задач – сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим. В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык, и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны», заявил министр образования Асхат Аймагамбетов. Министр, впрочем, пообещал, что пока не будет применять репрессии к желающим учиться на русском, но от масштабного плана власти не откажутся. Согласно ему, к 2023 году все школьники будут обучаться на казахском. Кроме того, к тому же сроку должна завершиться латинизация казахского языка. Отказаться от кириллицы в стране решили еще в 2017 году. В 2018 был утвержден новый алфавит, но пока до решительных шагов в этом направлении дело не доходило. На самом деле, мотивы министра Аймагамбетова выступать за казахизацию школ достаточно ясны и имеют мало общего с заботой о национальном языке и культуре. В 2020 году он стал фигурантом коррупционного скандала, который стоил бюджету без малого 16 миллионов долларов. Выступавшая с обвинениями в коррупции Анар Каирбекова, глава департамента госзакупок казахского министерства образования, была уволена, но полностью замять историю не удалось. Теперь Аймагамбетов, очевидно, надеется, что информационная шумиха вокруг ускоренной дирюсификации казахского образования затмит коррупционный скандал и поможет ему сохранить свой пост. И все шансы на это у него есть, потому что в казахской политической элите сейчас как никогда много антироссийски и русофобски настроенных национал-либералов. «Национальная государственность построена с нуля», пишет об этом казахский политолог Петр Своик. «Советское прошлое отбрасывается, как принесшее одни только бедствия, ущемления и притеснения. А замыкается такой национальный консенсус, открыто выражаемый опаской по отношению к агрессивному поведению России и всяческими симпатиями к силам, пытающимся сместить президента РФ. Государственность выстроена в этнонациональном формате, а правящая верхушка – самым необратимым образом встроенная в западную компрадорскую схему ресурсной эксплуатации». Национальный вопрос. После парламентских выборов в Казахстане в январе 2021 года националисты усилили свои позиции. Антироссийскую риторику официально отстаивает фракция «Акшол», требующая ликвидировать русские названия городов и, по примеру Украины, признать гола 1930-х геноцидом казахского народа. Во фракцию правящей партии «Нур-Атан» также допущено несколько радикальных националистов, включая Айдоса Сарыма, которого принимают в Госдепе и иных государственных и политических структурах США. Издания «Казак-Уни», «Жас-Алаш», «Адырна» ведут антироссийскую кампанию и требуют лишить русский язык официального статуса в республике, а правоохранительные органы порой преследуют русских политических активистов. Власть заигрывает с националистами, потому что ошибочно считает их представителями казахского большинства. «Демография развивается в пользу казахского языка», заявлял президент Такаев в прошлом году, говоря о языковых вопросах. Казалось бы, доля этнических казахов действительно растет. Среди всей массы населения их 68%, а среди учащихся школ – более 70%. Но национальное самоопределение не имеет никакого отношения к языку и политическим установкам. Обширное исследование немецкого фонда Эберта, опубликованное в прошлом году, показало, что Казахстан вовсе не казахоязычен. Свободно этим языком владеет чуть больше трети населения – 39%. А в центральных и северных регионах этот показатель и вовсе не превышает от 8 до 10%. Русским же свободно владеет 51% жителей Казахстана. При этом подавляющее большинство респондентов предпочли общаться именно на русском. Молодежь чуть больше казахизирована, но по статистике средних школ многие этнические казахи также не владеют родным языком. Сейчас в школах 70% учеников казахов, что даже чуть меньше, чем 10 лет назад. При этом единый национальный тест «Аналог ЕГЭ» сдаёт на казахском языке лишь 51% выпускников. В прошлом году президент Касым Жомарт-Такаев был вынужден предложить официально перевести преподавание естественных наук в казахстанских вузах на русский язык, который является основным для большинства профессий. При этом казахские националисты постоянно обвиняют отечественных учителей и врачей, как русских, так и казахов, в том, что они плохо знают казахский, а рабочую документацию предпочитают ввести на русском языке. Это беспокоит образованный класс республики. Детский хирург Алмаз Капклеуов указывает, что врач, окончивший медуниверситет на казахском языке, будет наполовину неграмотен, только потому, что наука пользуется русским языком. В базовом учебнике по хирургии на казахском языке операция удаления аппендицита уместилась на 12 страницах, говорит Капклеуов, тогда как на русском языке о том же самом издано не менее 42 монографий. И такое положение по всем разделам медицины. Русское слово Казахстана. Казахский язык довольствуется вторыми ролями и в публичном пространстве Казахстана. По статистике национальных библиотек, на государственном языке представлено лишь 35% хранимых книг, 42% газет и 20% журналов, а остальное преимущественно на русском. 90% достигает доля русскоязычной литературы на рынке Казахстана. Данные книжной палаты. Аналогичная ситуация складывается и на телевидении. По данным британской «Контор ТНС», более 54% контента, просмотренного телезрителями Казахстана, иностранные, преимущественно российские передачи, транслируемые кабельными и спутниковыми каналами. Рейтинг казахоязычных программ падает много лет подряд, зато зрители охотно смотрят продукцию «Россия-1», «СТС» или «ТНТ». По данным на весну 2020 года, самым популярным шоу в Казахстане стало российское поле чудес. Крайне русифицирован и интернет. Согласно рейтингу «Лайв-интернет», в топ-20 популярных сайтов национального сегмента входит только 5 казахоязычных ресурсов, прочие на русском. В двадцатке популярных видеоблогов по версии «Форбс Казахстан» подавляющее большинство проектов тоже реализованы на русском языке, даже если их авторы – этнические казахи. Прошлогодний рейтинг поисковых запросов Google показал, что пользователи из Казахстана практически не применяют казахский язык. Из 60 наиболее популярных запросов разных типов казахскую лексику содержат всего 4, причем это не живой язык, а название республиканских ресурсов госуслуг. Все прочее, включая новости, кино и коммерческие предложения, казахстанцы предпочитают искать на русском. Филологи отмечают, что сейчас казахский язык практически перестал использоваться для написания литературных или научных текстов. Это связано еще и с тем, что видоизменился сам казахский язык. Изменения связаны с тем, что он используется в узкой и специфической языковой среде. Соответственно, и его функционал значительно сузился и сократился. Условно говоря, взамен языку абая и ауэзова пришел язык газетной публицистики, социальных сетей, на котором очень трудно писать тексты на философские, юридические, научные и другие темы, сказал филолог Дастан Эльдесов. Власть зачастую пренебрегает интересами русскоязычного большинства, но заигрывает с лобби националистов, и это может стать базой для общественного протеста. Примером стало нагнетание антироссийской истерии в Казахстане перед парламентскими выборами в январе 2021 года, которое должно было консолидировать общество, но в реальности обрушило рейтинги власти. Партия Нур-Атан потеряла 1 миллион избирателей, набрав 5,1 миллиона голосов против 6,1 миллиона пятью годами ранее, что стало одним из худших результатов за всю историю постсоветского Казахстана. И это только первый звонок. Русскоязычное общество всех национальностей в Казахстане включает от 6,3 до 10 миллионов избирателей. То есть может создать реальную альтернативу правящей партийной элите, если осознает себя политической силой. Скрытая угроза Исправить ситуацию за счет информационной политики невозможно с такой огромной долей русского языка и иностранного контента в медиапространстве. По словам премьер-министра Казахстана Оскара Мамина, 55% населения живут в российском информационном пространстве, а не в казахском. И он, очевидно, поскромничал в оценках проблемы. Казахстан совершенно не контролирует более половины телевизионной сетки и практически весь книжный рынок, не говоря уже об интернете. Сейчас информационная среда достаточно дружественна властям Казахстана исключительно благодаря поддержке Москвы, которая защищает республиканскую элиту. Российские телеканалы практически не критикуют казахское руководство, не освещают неудачи и кризисные ситуации в республике, а в сфере двухсторонних отношений делают акцент на партнерских отношениях и не обсуждают имеющиеся противоречия. Кроме того, казахское наследие мобильно в силу кочевых традиций и может начать формировать массовые партийные структуры вне полицейского контроля родного государства. Например, в той же соседней России, где уже собралась огромная диаспора как трудовых мигрантов, так и студентов из Казахстана, до 67% которой составляют именно этнические казахи. 500 тысяч граждан Казахстана зарегистрированы в России как мигранты, данные МВД РФ. Причем эмигранты часто разочарованы в казахской действительности, о чем говорит массовый переход в российское гражданство. За последние 4 года его получили 178 тысяч казахстанцев, что равно населению крупного города в самом Казахстане. Так что казахстанское сообщество в России – идеальная среда для формирования оппозиции. Никто не может помешать активистам основать партию в Омске, Саратове или Оренбурге, чтобы оттуда руководить созданием партийных ячеек на родине и готовить смену власти. Несколько лет назад подобную политическую угрозу было трудно представить. Но националистическая часть элиты в Казахстане стала эксплуатировать страх, что Россия может захватить весь Казахстан или его часть, манипулируя через СМИ русскоязычной частью населения. Накануне выборов в парламент Казахстана в декабре 2020 года Россию обвинили в покушении на Северные области республики, бывшую часть Омской губернии, включенной в состав Казахстана в 1920-е. Скандал разразился после того, как депутат Госдумы Вячеслав Никонов публично вспомнил об этом событии и охарактеризовал его как подарок советского руководства. МИД Казахстана заявил протест, националисты пикетировали российское консульство в Алматы, а в казахских телеграм-каналах появились слухи о концентрации республиканских войск на границе с Россией. В реальности Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы принять на себя социальные обязательства перед миллионами новых граждан и вкладывать сотни миллиардов в развитие казахстанской инфраструктуры до российских стандартов. Консервативный русскоязычный электорат также изначально составлял основу национальной базы Нур-Атана, пока не начались попытки его ускоренно казахизировать. «Наши националисты из-за своей ненависти к русским, русскоязычным казахам и России готовы завести свой народ в мракобесие», – сказал детский хирург Алмаз Каптлеулов. Но нагнетание антироссийских и русофобских страхов может привести к появлению реальных разногласий между Москвой и Нур-Султаном, а главное – между властью и русскоязычным большинством, что показал отток избирателей правящей партии Нур-Атан. Как часто бывает, страх делает воображаемую угрозу реальной. Стратегия президента Такаева во многом основана на лавировании между националистами и основной массой населения Казахстана. Но события последнего времени показали, что она бесперспективна и опасна для власти. Политической элите Казахстана нужно сделать шаг навстречу собственным избирателям. Хорошим началом стало бы придание русскому языку статуса второго государственного в Казахстане, если уж вопреки 20-летней политике казахизации он остается более популярным, чем казахский. Субтитры создавал DimaTorzok